Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 79 нарушений правил дорожного движения. Два автолюбителя были задержаны за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Один в состоянии алкогольного опьянения. Девять водителей проскочили на запрещающий сигнал светофора, трое выехали на полосу встречного движения, еще трое проигнорировали требования дорожного знака. Девять автолюбителей не предоставили преимущества движения пешеходам, столько же перевозили детей без удерживающих устройств. Десять пренебрегли ремнем безопасности, 14 были наказаны за нечитаемые госномера и семь водителей за чрезмерную тонировку автомобиля. Зафиксировано семь нарушений правил поведения на дороге со стороны водителей автобусов. Помимо этого, сотрудники ГИБДД шесть раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия, одно из которых с пострадавшим. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие сутки были зафиксированы. Шесть краж, семь фактов оказания медпомощи, два факта повреждения чужого имущества, три мелких хищения и пять административных правонарушений. Девятнадцать раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригадой скорой помощи совершили 218 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 9 человек. 49 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано шесть выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 13 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. Четыре выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось семь малышей, три мальчика и четыре девочки. КОНЕЦ Центр обои. Искусство. Создавать уют. На Ленина 41.